Добрый вечер. Сегодня у нас последняя лекция в этом году. Владимир Александрович Щуров нам расскажет ролик Улипина в истории отечественной науки. Владимир Александрович, доктор филологических наук, философских наук, заведующий как социальная философия Нижегородского вопроса университета. Владимир Александрович, доктор философии Нижегородского вопроса университета. Владимир Александрович, доктор философии Нижегородского вопроса университета. Владимир Александрович, доктор философии Нижегородского вопроса университета. там еще немножко, через пару лет было уже десятилетие, как это тема существует, и она возникала, конечно, от некоторых изологических. То есть это было в начале 2000-х годов, и в университете очень активно развивался музейный обуч. В этот момент, как раз радио-лаборатория на набережных достался мой инстинкт, тут было очень много, там была даже такая шутка, что еще немножко, и ректор университета будет заместительным директором музея. И мы попали в такие красивые институты, сантефико-строенная комиссия, при международной организации истории философии и науке. И в этом отношении, как мы видели, были такие хорошие образцы, как в начале 21-го века можно было сказать историю науки. Но планов было много, реализации получились не очень много, тем более сейчас получается так, что программа кардинагии изменилась. И получилось так, что первый раз мы в 2000 году приехали в тот сантефико-строенная комиссия, не больше и меньше, как в Оксфер, причем в тот колледж, который тогда-то в 17-м вечерах обирал воскресенье в обществе. И в тот же, кстати, там за один год очень много всего произошло, получилось так, что живущий, ну, в плане живой, в очередной учебной скритерии на Уберяеве, я здесь не буду задумывать, как в Уберяеве, и он нас проводил в этот план и показал, ну, скажем, то, что существует, как живая наука, что уже существует, как некоторые музеи, ну, предварительно, естественно, как экспонаты, что уже, скажем, осталось, что можно сохранить, а что уже попадает и сохранить нельзя. Тут очень красиво было. Там сейчас, наверное, уже за это были много через минут. И тогда была идея, на полном серьезе, ну, скажем, сделать такой полноценный музей совместный университет и международных наук, в котором мы были не просто предметы, которые случайно нам заставили, а выставили эту программу. И вот получилось так, что как бы вот с этого будущего года начались такие регулярные повески, ну, понятно, что это было в разных местах, но ясно, что первые мы поехали, конечно, с тем, что у нас было, с генеральной лампы «Бабушка», с которой начинается там все разговоры в ГНР. А вот в этой Сантефико-Стурлет-Комиссии очень четко делится, скажем так, идеологией. То есть есть наука, где больше истории, и культуры, это до XX века, и наука уже XX века. Она дифференцирована, понятно, что это уже другие люди, в ней меньше исторического контекста, поскольку он единый, и гораздо больше, естественно, ну, скажем так, научных этих технических проблем и этих частных проблем, и поэтому это было совершенно разное. И вот получилось так, что, скажем так, мы начали говорить про сюжет вольгу начала XX века, но он по антуражу, по внешнему виду, он, конечно, попадал в наш культурологический контекст. Потому что, ну, скажем так, вот эти сюжеты начала работы Международской лавио-параллево-моратории, они для западной науки были очень титровыми. То есть вот, ну, если вот так помнить, это наука была, что в то время, когда уже существовала мощная вакуумная техника, то вот эта вот полночка, самодельная полночка, там, с двумя соплями, которая, когда на этой игре, может, была первая часть, с этой же концом, то она произвела, как, вот, изграничные четыре. Вот эта пустарщина в Египетске, и это, конечно, немного популярен, мне даже в Олбом приходило, мы даже говорили, как, что мы будем делать проект в музее, ну, как всегда, вперед, 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 а получилось, что как бы, мы стали двигаться хвостами назад. То есть, потому что следующий сюжет уже, ну, подчасти, как из Древесского ювелирного ювелирного мероприятия, через два года, улюбили полевую осенью, и вот тогда, как раз, все осталось, ну, для того, чтобы первый такой, 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 чисто презентационный доклад, а вот уже по-русиму разговор был гораздо интереснее, потому что мы поговорили с Карпулычем. И получилось так, что их те, в конце 60-х, начале 70-х годов были очень значимые результаты. Более того, то есть потом, как бы, люди, которые на них, в тех же конференциях выступали по, ну, скажем, вот этой тематике, по-русимуровой тематике, а в части Чен-ти Малферов, потом занимаются, то есть они получали в ювелирские премии, а в их тип, как-то так, склонненько, в общем, остался с тем, что осталось. Понятно, что это потом как бы развивалось. Развивалось то, что потом уделялось вот микроструктуру современения, конечно, это прогрессия межкородской науки есть. Но результатов, таких, как, допустим, вот, ну, я, в внешнем, что это было с радиофизикой, не было. И тут еще был момент, конечно, вот это время, как бы выступали юбилеи радиофаками и фисфаками. И вот это такое, ну, соревнование было бы назвать, потому что радиофак слишком грандиозный, слишком занят много и академических конституций. Но поскольку это можно его и держать. А что можно в этом поставить? Вот такой явный, очень яркий, очень внешний, вот такой институционально организован, академически организован успехом международной физикой и международной бюджетной, то есть как бы Ефти, которая начиналась с физиками там, в 30-х годах, и в которой он там вот пунктирует, по-моему, и обе темнотики, то есть темографическое там, в том, что много будет всего. А как-то вот таких ярких результатов нет. Нет институции, нет, ну, кто там себе, Ох, Бау, но то есть как бы гораздо меньше, по-моему, всего. Поэтому вот эти вот такая баллистика, вот этот пунктик, почему она происходит, что это такое. И следующий его сюжет, он по оси как раз мы завязали. И для него, что судьба оси, там получилось так, что она немножко публицистично была сделана, мы посмотрели вот те достижения, которые мы чётко фактически показали, что он сделал, вот этот вот такой, интуэльный димут, который был похож, светодимут, которым он занимался, то есть, что он мог понимать, что он не мог понимать, что он мог понимать, чуть позже, понятно, что это было гораздо раньше, чем выявились уже какие-то теоретические модели, на глазах, которые он развивал, но это нарушение, то есть оси остался таким сюжетом, в общем, отчасти кульдированным, потому что понятно, что уже в этот скрипение, опять же, был транзистор, получая на рекламе после границ. Следующий сюжет, и опять-таки разглядались еще дальше, Памбов. Там сам Бог, как я видел, уже интересно, понятие, что Памбов имеет отношение к нижнему оборуду, и более того, как бы его применение к нижнему оборуду в какой-то степени повлияло даже на судьбу, но на его судьбу в развитии районов. Поскольку, скажем так, по финансовым соображениям, то есть он занимался на Яваке, был просто директором электростанции, их в какой-то степени, вот те опыты, которые он проводил, опыты по явлениям я, в целом, то, что потом стало как раз отмечено, в какой-то степени он связан с его и жилой с природой. То есть, в этот момент, это, опять же, было достаточно интересно, то есть, и Глана там хорошо как бы воспринималась. И вот эти претензии Попова, то есть, ну, претензии такие, как и там мифологии, которые возникли, потому что, если, допустим, лосевский сюжет, этот сюжет, который камер в лето, и который нужно было восстановить, то Попов, понятность, Попову потом уже, представляется, в лосевстве возникла целую большую мифологию. Что там так, что там не так. То есть, ясно, что этот сюжет, который устраивал такую обратную перспективу. И в 2004 году, как раз, когда мы рассказывали, тогда сюжет Попову, ну, в лосевстве конгресс было объявление, это началось так, что постоянно я общался с Татьяной Михайловной Моисеевой, это директор, хранитель Ломанцевского музея Петербурга, вот, на данный случай, она как-то спроцерила даже, то есть, вот, и у меня. Но я к тому времени уже знал, что водная академия были подлинные чертижикой, один, один настоящий чертёр большой и несколько документов. Вот последний список рунок, который он подводил, который вы теперь не имеете с Горием Магриковым. И вот наша мера, давайте даже сделать такую сетность не выжить, потому что понятно, что в Петербурге в академии наук существует такой архив, ну, со основной архив Кулина, ну, это понятно, что у нас, немного материала, но темно, не символичного, и, как бы там, как приближался за периодом, может было бы сделать достаточно интересный интервью. И вот тогда, уже первая сюжет достаточно внешняя, на этом сантефико-стервае комиссии возник разговор о Кулине. И тогда возник, конечно, там Борис, по-моему, он до сих пор существует, да? Я забыл. Он, как я уже говорил, и там, он до сих пор как заместитель науки вот этого иета, который мы сейчас готовим к Кулинею. То есть, он тогда вот кто-то слушал докладу, он говорит, ну, как-то, ну, сакраментарная фраза. Я там был, ну, скинул Алла Сайнса, в плане, снялся Алла Сайнс на таком кривом, английском языке. Он говорит, ну, все, Кулинею, это наше все. После вот этих разговоров, то есть, в этом отношении там, где руки было, потому что Кулинею очень красивый персонаж, и вот теперь, якобы, я, как бы, я закрываю двор, предок с Борис Викторовичем, потому что, когда он выбрал три ухи и три красивые фигуры, они как бы выбираются на раз, но кто-то тебя потом подумал, может ли он или другие, вообще, очень трудно, ты и не нужен. В 18-е век Романосов, понятно, что это первый саморусский ученник, который, в судьбе которого уж очень много не решался, и западное образование, но там, пускай специфическое, но тем не менее все равно, для этого языка это человек, в какой-то большей степени, интегрированного в западную науку. Человек, который активно формировал Академию наук на первых стадиях ее развития. В этом отношении Кулибин попадает в совсем другой период, и вот теперь мы только приближаемся к 18-му веку, потому что времена Кулибина как раз для Академии оказались не очень благоприятными, потому что первая волна, волна Ломоносова, Натрова, ну, то есть инициированный Эйбер, который уже активно работал на первой Академии, начинается некоторый спад. Ну, я не могу говорить о причине, почему так происходило. Очень-очень хорошее было издание, был соц. в телеке Академии наук, в котором целую цирку, скажем, отличных статей, разделов, в которых они что-то показали, как Академия существовала на разных этапах своего развития, какие люди были, и хронология, хронология, причем построена так, Академия и власть, ну, времена становления, времена развития, а потом она была, наверное, под дисциплинарной образована, то есть физика, химия, ну, как бы те основные, ну, естественно, научные основные направления, и там была механика, и там была замечательная увара Молдердамата, который и работе, даже и в Петербургском египте, уготовил очень хорошую материалку и художественную интерпретацию как раз вот этих политических хронологов, о которых мало кто знает. И в этом отношении, вот теперь уже так, добираясь до конструкции как бы нового доклада, то есть, понятно, что теперь он не чисто историко-научный, когда он берет некоторый персонаж и построены некоторые физические исследования, он, как некоторая такая идеология, на базе которой он может был построен, он собирается потом вернуться обратно, постройка историко-научной мультфильной. Такое, другое начало, причем ясно, что у меня было немножко много рисковизма, и поэтому, когда, в 2008 году, случайная публикация подскочила, внешне многое, я уже могла удержаться от этого, и как раз, когда, она именно случайная, потому что у меня после заведения очень большой интерфью, я там провел этот доклад, и они там скомпилируют, что умеют. И получилось, что там, конечно, явная музыка звучит очень радикально, сейчас я уже гораздо более осторожен, пытаюсь говорить, это тоже не всегда может быть корректное отношение ко всем, но там, понятно, получилось, что я, как начался, нижегородского наука слегка возвал к ульпицу. И понятно, что, конечно, удержаться, одно дело, это можно говорить на каких-то кулатах и разговорах, а когда с названием программ, но с названием институтов, ну, фамилии, счастья, там не было, конечно, но там все было достаточно ознаваемо, сюжеты, самые главные, красивые, и вроде, по сути, да, более того, там чуть позже появилась очень большая публикация для экспертов, где там анализировался ифан, как раз, там мог это публикация, ну, и понятно, что, конечно, как бы, вельфановские люди не удержались и так очень резко по отношению к нам, по отношению к нам среди. Причем, мне казалось, что вот из этого, ну, скажем, из этой реакции можно было сделать еще хорошее. Ну, столкнулись с мифологией, столкнулись как раз то, о чем мы сейчас будем говорить. Потому что, когда мы все живем в одном культурном контексте, когда мы дышим от дым воздуха, понятно, что мы как бы друг друга понимаем с полуслова. И мы, например, как объекты его информации, которая ложится на ней, то есть, но если мы как бы исповедим совершенно разные вещи, вот тогда, то есть, вот эти мифологии будут очень болезненно столкнутся. И в этом отношении вот эта некоторая диалогия, потому что лейтмазих, ну, скажут, те же, вот анализы, эксперты, анализы испанской деятельности как уникальность нижегородской научной школы. И вот то, что тут сложилось, это не нечто универсальное, которое можно спокойно транслировать и перевозить куда угодно. И сам факт того, что очень многие сотрудники, там, допустим, даже половину времени проводят здесь, половину Америки, половину Европе, это ничего не значат. То, как она сложилась, отчасти, да, конечно, это фигурно было сотрудниками. Это фигурно именно советской науки, в обломном городе, которая прошла период, вот такой закрытости. И в этом отношении, когда у меня, теперь, ну, я уже 10 раз ставлю в кавычки, я говорю, вот этого гулинерства, конечно, в какой-то степени существовало. И это как раз ценно. То есть, в этом отношении наука в какой-то степени в каждом конкретном событии уникальна. На инспекции в каждом конкретном науке, то есть, факт науки, ну, какое-то событие науки, каждое уникальное. То есть, и в этом отношении... У меня все уникально работает. Ну, я сейчас чуть-чуть поясню. То есть, в этом отношении мы не можем методологию и какую-то, скажем, структуру исследования одного научного события перерасить по-другому. То есть, в этом отношении у меня, скажем так, по, скажем, по 19-му начало, предполагалось так, что ясно, что, ну, практически схематичные подходы, они более чем ограничены. И в этом отношении вот так вот эта точечность, она вроде бы, ну, и в истории, вообще, в общей истории был некоторый подход, который, ну, провоцировал от общих схем, ну, как от единого учебника, сейчас у нас есть, в этой работе есть, перереги к точечным вещам. Потому что, если мы возьмем точечную ситуацию, как лодчика, по поводу, то, что нет, мы как раз можем разорваться. И еще подобно. То есть, мы можем разорваться как раз в ситуации, ну, достаточно формализованной. То есть, вот, есть экзотехнический результат, то есть, мы его можем проанализировать, мы его можем как бы понять. Но понять, вот, всю совокупность контекста, мотивации, каким образом все это происходило, конечно, очень трудно. Верное отношение, то есть, можно, у любого человека, это было, конечно, не более, чем интерпретация. Ясно, что, чем более, ну, как бы, человека такого древнего мы берем, а вот, как бы, в нашем разговоре, как бы уфигурировал Геонардо, Кулигий, Геонардо, который творит 200 лет тому назад, да, Геонардо там, 40 лет тому назад, и хотя Геонардо, наверное, написано очень много. И ясно, что какая-то информация уже была, и там, и интерпретаций очень много. Но, тем не менее, то есть, поэтому не существует очень много книг, что существует очень много, более того, то есть, как бы, Геонардо, в силу своей универсальности, он и художник, как бы выражал себя как художник, и писатель, то есть, в этом отношении есть тексты, и художественные тексты, в которых можно интерпретировать, казалось бы, у него не расчищение, но, тем не менее, все равно, это все более китичный, гипотетичный. То есть, это не четкий научный результат, но, тем не менее, это не перерващение в технику, вот это очень важно, которая легко транслируется. Ну, и, например, я приведу в фразу, потому что, как мы здесь напрашивались, исключая, в нашей великой истории, мы замечаем, что в этом отношении как бы техника транслируется легко. То есть, если где-то что-то сделал, то, понятно, мы можем этот проект легко привести в другую страну, и, это чуть позже, я даже вот так примерку, а тогда же по отношению к нашему не забывался, некоторые схемы, ну, понятно, что для нас имеют отношение к тому, что здесь происходило, но, тем не менее, даже один человек, зная некоторую схему, который уже, ну, как бы мы наоборот, вот облицем умножения, то есть облицем умножения будет работать всегда, то технологии в этом отношении транслируются гораздо хуже и другие. Технология предполагает уже человека, его мотивацию, то есть совершенно другую организацию, тогда культура, я все так елко, то честно процитирую, культура не транслируется вообще. Ну, и отчасти вот на этом будет построена вот эти разговоры. И идея, конечно, была понимать вот этот культурный контекст международской науки, понятно, и кулибинских времен, потому что там все это более чем очевидно. Кулибин справляется. Кулибин с очень специфическим образованием, скажем так, то есть у него начальное такое церковное образование, а потом, конечно, в очень большой степени самообразование. и то образование, которое он получает как мастер, часовой мастер в Москве, и как уже по-клинический мастер патрибиногии. То есть, это тоже образование, но такое, конечно, уже не системное, и не... скорее, которое его разделяет с теми арендов, с которыми он работает, он его объединяет. И вот в этом отношении черты вот такого, ну, скажем, сложного комплексного образования и самообразования, они есть и у иного, естественно, потому что, скажем, все, кто там назад, это, то есть, ну, скажем так, по-клубковской деятельности, то есть, для нас, то есть, после учили в мастерскую, и все. То есть, он не получает следского образования, да, в латынии, конечно, ничего. И более того, то есть, скажем так, в его художественных произведениях, вот этот язык, от латинских языка, когда он пишет художественные произведения, это, конечно, составляется с литератором его уровня, то есть, это отношение получилось хорошо. Но это за счет именно очень мощной активности, за счет масштаба личности, за счет того, что незавидная личность в разную эпоху соединяет то, где обычные специалисты. Мы на все их удержим, средний там, нотариус, ну, то есть, человек, который, который просто образовали, остается в своей среде. То есть, вот эта идея, что как бы эти три фигуры в силу своего масштаба соединили то, что не соединяло. Наверное, частью, может быть, поэтому от них остался как бы некоторый след, и поэтому мы про них помним. И вот теперь, как уже после такой великой периметриатуры, теперь мне очень важно вот те три эпохи, о которых, когда Иосиф говорит, я перед тобой переделал как он. То есть, попробовать предоставить понять, чем он отличался, чем вот этот социо-кульпионный конец, контекст. Восемнадцатом веке отличался в девятнадцатом, а там Мандиреев вспоминает. Почему вот эти замечательные истории науки, которые будут иметь отношения, когда, вот, если у Мандиреева убрать вот эту сакраментальную таблицу, которую мы все знаем, то это будет обладновленный консервативный профессор, со своими обучениями, со своими занятиями. Но, я чутирую почти дословно, но сам факт, что он довольно ранен в возрасте, когда он писал вот этот самый учебник, и у него возникла вот эта вот таблица, вот эти интуиции, интуиции, естественно, испытателя, они сдают совершенно другое настояние всеней жизни. То есть, в этом отношении Менделеев достаточно сложный филер, он тоже не укладывается как в таком человека, который получил образование и реализовал образование своей деятельности. Он тоже не вписывается в ту систему, можно как бы, отчасти даже есть одна поясница человека, и так, мы знаем прекрасно, что в Менделеев как бы очень сложно обсказывать себя судьбам. И светочные, ну как бы, капец, тоже как бы сам Бог говорил, в этом отношении тоже и сложные перспективы его судьбы, и ясно, что там более чем успешная работа в руках, и потом вынужденная, ну скажем, как, зафинкутство здесь, то есть, она тоже проождает уже совершенно другую ситуацию. ситуация отрыва от системы. И вот теперь, ну что такое система? Это самый главный первый момент, может уже отчасти метрологический, который, как бы меня, больше себе не помогает, и почему, когда бы потом, больше раз, как тоже, говорит, и все, и встречает, и если, там, вот, прощеведливые вещи, там, у них, у них, у них, у них, у них есть, у них есть некоторые технические принципы, на которых построена лекция, они сделаны четко, там, четко, то для меня гораздо более важнее, как бы попытаться понять, можно ли концептуализировать, я только что сказал, что каждая ситуация на руке привлекательна, но тем не менее, что каким образом вот этот российский социокультурный контекст обуславливал вот эту трансляцию, трансфер научно-технического знания в 18-м и 19-м и 20-м. И тогда, вот мы, ну скажем так, с нашим таким некоторым фрискализмом, что все они будут с нашим, то есть у Липина, конечно, конечно, то есть наука в 20-м веке, тем более часто, ну, я бы учусь в 20-м, потому что задача стояла, конечно, в интервью церкви науки 20-го века, но, собственно, там, где наука уже уже много развивалась активно. А ясно, что сейчас уже ситуация совершенно другая, то есть, ну, дежурные ссылки на интернет делают даже не только в этом, сами социальные институты науки интегрируются, и, конечно, они работают совершенно по-другому. Ясно, что ситуация будет совершенно другая, но, тем не менее, в том смысле, что мир, какой-то степень и мантов от Советского Союза был окружен, то есть, мы можем видеть схронулировать некоторым общим принципом, на базе которых можно бы понимать некоторую одну из черт. Это не значит, что это исключительная черта, которую объяснила Всю, но как бы некоторых факторов, который бы определял то, каким образом навязывалась наука нижней мотки, в частности, два с одного ряда. Это у них было самое интересное, то, на то, как мы выбирали вот этих персонажей из разных игров. Иначе все получается как некоторая абсолютная мазайка, в которой мы никогда не найдем никаких законодательств. Но, может, отчасти, это у меня большое желание найти некоторые законодательства, какие-то лишние тех, которых нет. Но, в данном случае, отрицательный ответ был бы тоже. До какой степени мы можем конструировать что корректно, а что некорректно. То есть, вот это подобретает разговоры, с которыми мы обращаемся к этим персонажам. Ну, иначе я уже просто прокомментирую картинку. Ясно, что, конечно, старовлячество и некоторая курьезная часть, курьезная судьба. Ну, очень многих, но не очень многих, а вообще, наверное, почти всех изобретили. Потому что та корректно, что от Улипина могут, если шутки, изполучаться так, что в другой этаже остался один-единственный пример. То есть, вот это самое числительное сакраментальное, с которым вся курьезная пересыпалка началась, ну, и единственное, что осталось в обектаже. То есть, это очень маленькая вещь, но очень характерная, конечно, для того, в этом отношении ничего уникального нас вообще не представлять. В первую очередь приходит эта знаменитая выставка в Драйзене. Одна из самых представительных, где очень много механических систем. Понятно, что некоторые из них отношения очень большие к аллергии, это очень сложные планетарные системы. Некоторые вещи – это просто механизация такого ритуала, который происходит во время. То есть это отношение к лакуре, то, к чему он достаточно профессиональный, то есть древнеизменно, как из своей навыки, переделивая. И вот это тот предмет, который сделал его замедленным. Причем более так. Сама ситуация, знаете, в которую он попадает? То есть ко стране, которую его иначе содержит, а это все-таки, ну, это уже довольно мощное, то есть это просто пять лет. Он содержал его личного, содержал его семью. То есть это довольно дорогое мероприятие, потому что дорогие материалы. То есть в этом смысле, то есть ко стране, у нас очень большие деньги. И как менеджер, то есть по той ситуации у международцев, как он не прокатал, и у лиги, и как ко стране получают вот эти знаменитые исследованные игрушки, которые, как бы, делают ко стране, становятся городским головой. То есть, ну, учебный театр современный, вот это здание, которое он строил уже в качестве головы. И трудно как бы решать свои проблемы и выливать из своих проблем. У лига становится, ну, попадает в то место, где клинтасенсия вот тех самых мечтаний быть связана с переданными приборами, работать с переданными приборами, потому что он уже ближний новый, пытается делать риск, пытается делать электрическую машину, но, понятно, в очень большой степени это все уже начинает развиваться там. А вот дальше получается так, что каждая его… И ясно, что там очень много учебной работы. И более того, как мы видим и рассматриваем, что очень многие вещи он не может реализовать даже достаточно много. То есть, есть «Часы Павлин», которые каждый раз показывают культуру в качестве заставки, когда он там собирал и разбирал, и вот тут как раз все хорошо получилось, потому что это данный случай связан с тем, чем адекции в профессии с основной. А вот, допустим, читали уже чертежи по умерению, для того чтобы там, допустим, какие-то оптические приборы делали, то он уже не был, они уже были адаптированы, то есть для него там специально адаптировали все эти вещи. То есть, получалось так, что он даже в качестве… Даже в свой золотой, скажем так, период, когда он не все 30 лет, естественно, в основном механическом институте, гораздо меньше примерно половины срока, то есть в начале, как раз, периода. То есть, получалось так, что он много… Вот это вот, скажу так, я уже сказал, что Академия наук, вот, на момент, власть, когда, ну, Саша, это не самый яркий период развития, и вот там вот, отчасти даже вот политика, и поселение, которое вот призвало такого кондиционного человека, народного человека, ну, там даже провокация в какой-то степени была, и перевезла в тот раз, и в чем-то, как бы, не злоя листья этого человека компенсировать эти вещи, а в чем-то, конечно, нет. Более того, как возникает конечный вопрос, он начинает переключить его. Почему? Он прекрасно понимает, в какой среде он начинает достаточно много, достаточно уживчив, достаточно крупных кадров. Есть очень много примеров, когда он вступал в нормальный контакт. Более того, скажем так, по-житейски, вроде бы все хорошо. За каждый свой проект он получал достаточно серьезные деньги. Если он не мог получить нормальный статус, он пишет котенки на письме. Да, я не могу, вы не можете меня сделать, там, дворянина, там, учите, но поскольку мне нужны деньги, в этот случай идти, за первым мне все было хорошо, там три жены, по каждой, там, по три сферы. Дети, естественно, принимают дворянство, дети, как правило, там, основной кончали гонорные институты, поэтому вот дети и брюки, они как раз интегрируются очень хорошо в систему. Но сам, оказывается, вроде бы не хочет, но понятно, что лейбога, то есть он считает, что лейбога в том положении, как он находится, по образу, то есть по одежде, по внешнему облику, по манерам, то есть ему по разным соображениям, отчасти, когда лейбога в очень большой степени, скажем так, адаптироваться к той среде, то есть лейбога, ну, если не хотелось, я так понимаю, ну, скажем так, оказаться не ухитом, то есть совершенно чужой и неоднородной среде. Ну, так, такая вот интерпретация, то есть мотивация, которую он делал. А самое-то главное, что те вещи, которые в качестве вот рутинной работы выполнял основного, которые не правил времени, а какие-то вот неизурядные вещи, которые, собственно, вы помните, которые теперь пытаются анализировать, вот они-то, оказывается, просто совершенно неизурядные. И они абсолютно не мастерились. Вот, вот, самое главное, нарисованный язык. Ну, что-то нам достаточно понятно, то есть вот это вот, вот это вот про жертвы о знаменике. Понятно, что мы, ну, скажем, изменяли иначе вещь. В годной академии они там вот через него говорили, что в них помнить. Понятно, что у них там уже, конечно, что-то такое. Где, ну, гораздо позже просто я сделал некоторый такой выпускатель. Ну, слабый маленький источник света, ну, и определенная, там, скажем так, конструкция зеркал, которые организовывают весь свет. То есть много курьезных ситуаций среди всех, во-первых, и сам Куилл не смог организовать конверцию. То есть они начали его выпускать эти фонари. То есть ясно, что у них было, ну, скажем так, некоторые, ну, понятно, что хрустеры на голове получили какие-то там немногие деньги, а дальше не стало. Дальше после чертежи мы попали, и получилось так, что, конечно, там гораздо более успешнее люди выпускали чертежи, то люди не получили ничего. То есть в этом отношении есть, как бы, Костернина уже в первом уровне мы не было. Потому что ясно, что он был, и он сам был мотивирован, потому что ему надо ставить себе другие задачи. То есть в этом отношении ситуация, что я на аром, что у ада абсолютно не положена. То есть в этом отношении, то есть даже на ранних стадиях, как бы, своего становления, своего становления, своего развития, конечно, мог стоять, ну, предсказуемым языком, на жесткие ситуации. То есть в этом отношении даже более того, то есть когда еще не было вот на центре микроэнденсата, когда их действия не было, станут некоторые предварительные работы по модернизации парового двигателя, они уже были связаны с коммерческими проектами. К сожалению, не было, но не было. То есть это как бы первый этап, паровый трат связан с другим, как человека, но это должен быть предприниматель. И в этом отношении нет, а? Нет, утром на том. А вот первый партнер, с которым они 10 лет работали, то есть они как раз тогда не добрались еще до конденсатора, потому что идея конденсатора, то есть она как бы вот, ну, интуитивная роль возникла, но она достаточно долго взрывала. И в этом отношении, как бы, сильно не болезненно для этой интерфекции почему-то. То есть со мной сразу было понятно, что нужно охлаждать воду и рабочий цилиндр развести, то есть в этом число понятно, все достаточно просто и понятно. Но этого же не было. То есть и ОАД очень долго экспериментировал. Эти вот экспериментки по области пара, по работе с пара. То, что кардинально отличало. Вот это практическое телевидение. Что кардинально отличало, конечно, все вот эти огневые машины, которые были раньше. И я с удивлением говорила, что у Ливи, естественно, тоже пытался, как бы, рисовать, конечно, огневую машину. И когда у Ливи там есть некоторый чертеж, ну, такой же по мне нормальный огневый машин. И вот в отношении, конечно, советской, скажем так, не фалуи, а то, что по углу он сделал, там, нечто такое, да, и, там, беру туалет и забил паровую машину, то это, конечно, смешно. Понятно, что паровые машины там существуют очень давно, но он даже в какой-то, если проходит себе дорогу машину, но портативная машина, как на герман Александре, там газовый отрубил. То есть, когда парк трусит, там, не прерыва. И хоть это скорее не техническая вещь, а не прерыва, какая там современным языком скульптура, скорее, да, бог, бог и лук. Но тем не менее, это все равно уже техническое решение. То есть, оно становится в контексте не только научном и техническом. И если пор, это некоторое в большей степени, такая фактическая термодинамика, то правовой контекст, патентальный. Я почему как-то сейчас перешиваю. То есть, если будет теоретический поражение, будет металл, в производстве своих инорих, второе, легко, струнные круги, если никакой защиты нет, то, естественно, вот, патентальный. Первый патентальный человек, как и Сахар, 1864 года. Ну, я боюсь так, с какой-то год, но время надо быть упором. И десять лет, которые патент позволяет им работать самостоятельно, уже сбокусно, когда умирает этот первый партнер, позволяет как раз уже выйти с его натурой, на котором, если они получают уже тот же уровень, на котором они могут работать уже самостоятельно. И решают уже очень много разных задач. Потому что понятно, что конденсатор принципиальный, который провоцирует целое управление ревизики, связанное с его землянами. А, то есть, там было очень много механических усвоященствий, цифр, двойной цифр действий, автоматическое регулирование. То есть, двигатель становится кардинальным. Это насос, который выкачиваете на этот шахт, а это, мы уже сами видите, который может работать на любых предприятиях, который, собственно, провоцирует промышленную ревизу. То есть, получается так, что в данном случае, еще завершая вот разговор по этой схеме, потому что потом, так более быстро, приближаясь по картинкам, смысл, как бы, вот этого сопоставления, что универсальность мионарда на рубеже 15-16 века, она как раз обусловлена вот этой сменой, ну, скажем так, идеологии и мировоззрения. То есть, когда четкое заключение элитарных занятий, универсальных условий, эксплуатации, медицины, то есть, и интеллигентные люди образованные, естественно, руками еще не делают. И в этом отношении получается так, что человек, который вышел из мастерской, который работает руками, а не который получает муниитарное, интеллектуальное образование, начинает приниматься вот на эту тему. И она насоединяет эту тему. И, вот я немножко ее перепрощаю, в этом отношении, то есть, ну, вот эта идея универсализма, скорее, универсализма Леонарда, он нарезок доминирует, но, тем не менее, можно открыть любую энциклопедию, как не угодно, я имею в виду научную энциклопедию, но взять и будет Леонард. Если открыть альтиматическую энциклопедию, естественно, там будет лень, заполня, лень и перспективы. Понятно, что Леонард как художник, естественно, этим занимался, и, конечно, он достаточно формализован ему как геометр. И вот эти богомонизации, вот дальше он, понятно, не мог видеть свои проблемы, у него не было достаточно четкой специализации. И в этом отношении он пробежал вот этот круг, попал в новую ситуацию, а вот эти изменения, скажем так, средневековых традиций, с этим четким разделением духовного, интересного, они как раз остаются четко, как раз Леонардо и разграничиваются в этом отношении как и синего. Он и соединяет, и разделяет. Потому что и то Леонардо в живописи, в живописи, амтомические мотивы, ну то есть в живописи, не боится, но тем не менее, то есть очень многое, то есть на то, изменение сюжета, происходило, но все равно, тем не менее, как в живописи Леонардо, в очень большую степень относилась к средневековым живописи. Вот превращение картины в то, что делает Леонардо, ну в какую-то степень было временной, современной, связывательной с Леонардо. Ему что приписывают? Вот и раз, линия, то есть линия, которая разграничивает. Леонардо, то есть буквально цитата, раскрашенный рисунок. То есть до Леонардо картина – это раскрашенный рисунок, есть четкая граница, фона, одного примера, другого примера. Вот это его знаменитая сформация, он меняет саму манеру живописи. Он достаточно как ремесренный, изощрет в изготовлении красок. То есть революция происходит вот в этом отношении. То есть это не просто техническая, это не просто манера рисования, это мировоззреническая революция. Но в данном отношении Леонардо как человек леонардо, как человек органический, как человек органический. И вот отчасти его миф, его идея была, скажем так, это конечно полета. То есть человек живет в этой среде. Человек должен спокойно себя чувствовать в этой среде. И его идея фикс, скажем так, это конечно полета. не манер. Поэтому где-то в 35 лет он уже сконструировал свой первый манерный аппарат, и дальше он скушит и так сконструировал манерный манерный аппарат. Чем сначала он был в другом здравомещении, измечал он бы там использовался в несколько минут силы человека, а потом, естественно, в реальность. В любом таком приличном. Это первая серия в Вашай-манк-фимическом музее, очень хорошо фитический музей, где вот эти напитательные аппараты изготовлены. где человек, и он очень подробненько, причем они сделаны с верой в то, что это можно взять, сделать и прийти. То есть в этом отношении идея фикс Леонарда мало чем отличается от идея фикс Кулибина. И вот надговоры у Кулибина, правда, схема вечного двигателя, который выислили даже на памятнике в Кулибинском парке на Петропавловском кладбище, реализовало. Но тем не менее вот этот континент как раз это, вернее, схема Леонарда, где он показал, как схему вечного двигателя не будет выручить и противовесить. То есть вот это очень характерная вещь. Кулибина Идея вечного двигателя попала к нему достаточно рано, естественно, поскольку это был такой сюжет расхожий. Тем не менее, он всю жизнь вдохновлялся к этим сюжетам. Более того. у меня менял первый заход, почему я даже назвал вот так. «Русский Леонард», в данном случае «Русский Леонард» это название, которое я вам рассказывал давно, в силу такой внешней покойности и деятельности. А дальше два часа. То есть казалось бы, что сам факт того, что он всю жизнь мечтает о вечной двигателе не может преодолеть, хотя, казалось бы, уже в начале конца восемнадцатого лета, начале девятнадцатого лета был уровень развития науки и даже та политическая среда, которая находится, где они были вот так подвигнут на то, что это, по крайней мере, не так будет. Попытаться поставить вопрос почему не так. Тем не менее, он до самого конца. Но до самого последнего в своей бумаге, он там, где никто не пишет, что он там, сюжет у меня, он вот у меня. То есть он понимает, что он не работает. Но почему он не работает, если у них живет? И я открою это возвращаюсь теперь опять. Сюжет, то есть этот мир в вечной двигателе оказался продуктивным. Потому что вот эти тонкие манипуляции в механических системах с энергетическими моментами, то есть они позволили ему реализовать очень интересные вещи. превращение механической энергии в некоторых конструкциях часов, которое было знаменитым автомобилем. То есть вот эта экономия механической энергии. То есть когда темно-новидский сюжет оказался не своим зрением, не образованием, не практики, не волшебным, оказалось, как бы. И в этом отношении вот этот сакраментальный вопрос, риторический вопрос. рак числух. Нет, Рак числух подразумевал, что он тот риторик, который освоил некоторый уровень знаний и навыков, которые характерны для этого времени, остается в этой клетке. Ничего подобного. То есть кубинов был в состоянии выходить совершенно в разных частях, выходить из-за рамки того уровня на уши. Причем выходить, скажем так, не только переместками, не только руками, не только полочками, пальцем, а он выходил, скажем так, формирует некоторые принципы. И вот в данном случае очень красивая аналогия и в работах ОА показывает и в работах Олипина она показывает словесные формы. То есть когда он словами записывает некоторые фокалы, которые можно превратить в фокусские конструкции. То есть в данном случае предвосхищаем вот эти метро-технические закономерности. Где вот эта практика, где вот эта техническая работа превращается в четкие мультиметизированные и технические инструменты. Но если уаторская деятельность интегрируется и провоцирует развитие научных, технических и экономических направлений, то то, что остается от Улипина, это в лучшем случае архив, который может теперь нам видеть. Итак, последнее замечание, то есть я хотел подтверждаться по этому сценарию. Сюжетом, который есть, самое изменение этой работы это мост, конструкция которого настоя восхищает парочные конструкции мостов. и получилось так, что экспортирование экспертной комиссии возглавлялась Эйбером, тоже отдельный сюжет, когда Эйбер как математик и инженер чётко принимает ограниченность тех математических метров, которые есть в этом отношении интерпретации не договаривает. С одной стороны, есть интересные отзывы людей как механических человек, который похитряется в своём логике своего развития, в частности конструкции, которые считаются великанскими, которые похитряются в своём конструкции помарочной моста с распределением народа достаточно сложной. В логике москостроения реализовывалась очень поздно. Естественно, в то время она осталась просто как выявить в конце XVIII века. Следующее, это симмофор. Сюжет симмофора возникает во время русско-тюбейской войны, когда Кулинин предлагает свою конструкцию, и получилось так, что, естественно, она оказывается предыдущим отдыхающим, 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 реализация никакой, и гораздо позже закупается гораздо более простая французская система. В этом отношении институция абсолютно не воспринимает то, что она делает. Ну, это единственная партия книги, на которой он существует. Это реальная, он находится в нашем проявлеческом музее, на запасниках, но он уже очень будет. Поскольку там еще был некоторый пиаровский фрунцы, мы хотим показать, каким образом, не совсем кулининские времена, но изменить рисунок кариария, и тем более нам можно показать кулининскую свободу, где он смотрел на сторону и часы, которые он починен. Вот этот тот пример, про который я уже немного вспоминал, тем более что этот сюжет связан с Леонардом. Леонардом в работе по Нижегородскому Кривию он обнаружил рисунки Леонардо, которые очень напоминают Нижегородскому важные Нижегородскому Кривию. Нижегородскому Кривию и Нижегородскому Кривию и Нижегородскому Кривию и строится в этом отношении трансляция техническая происходит моментально. В данном случае это относительно современный вид международный знаменитый Леонардом , где 12-летний Кулинин подчиняет часы вот эта фотография где еще нет ни комплекса и в какой-то пустое место на этом месте находится Леонардом 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 и здесь здесь уже не организованно числа век а здесь находится и здесь сквер как мемориальное место вот это фотография другую сторону откуда вышли то есть его предприятие родители родители из сборской страны с той староврячкой страны и классическая фотография со старовряцами и жесткость этого старовряческого канона который позволяет трансформировать исходную мифологию и которые были значимы не определяли его деятельность но я уже как из такой врачной фотографии доверял веселые сюжеты это то с чем хохома это как хохома это некоторое оформление религиозных предметов может появиться гораздо позже с комментарием с театром и более того этот портрет Леонардо который мы все понимаем это в данном случае есть вариант что это просто набор Леонардо как устраивает речи Леонардо вопросов будет очень много здесь есть тексты в какой степени уже говорить о Леонардо о его мотивации то может оказаться что нет и вот сейчас я попробую вот это пары работы Леонардо будет довольно и по числе еще не существовали как сложный инструмент для Леонардо представляет недостаточно радикальное изменение числового механизма ну и вот эта схема она считается одной из лучших которые выходили и здесь общая схема основные события истории часов понятно что Леонардо подает ну а зимняя полосочка это время Леонардо и конечно там самые примитивные конструкции первые механические часы и то что он предлагает оказывается довольно интересными результатами хотя вообще считается что то изобретение которое однозначно пошло это спусковой механизм пистолет который повлиял формируем успех стратегии которые 100% хорошо изобретение с изобретения в какой-то степени похоже на Кулилин ясно что осваивает механическую операцию все основные сюжеты которые сформировали механические часы механические конечно юнисон уже работал и математика и ученого изобретателя и понятно что это часовое образование предполагает уже настроение всего по крайней мере и в этом отношении это была исходная конструкция которая позволяла понять их совершенно разную структуру позиций но тем не менее если мы уверены в ситуацию коммерческую оба никто никогда не построил это не понятно представьте центр Петербурга современные мосты невысокие они с основными сооружениями и вот этот мост который перекрывает то ясно что по архитектурным на то самое место не 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 но скорее всего кроме технических веществ существует очень много других которые определяют вещества не 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 организовывают и дальше понятно чтобы Леонардо был интересным как инженер но это в данном случае это не несколько вариантов еще было некоторое время назад когда в музей леонардо по эскизам реализовали настоящие машины леонардо объяснилось которые из них работают которые из них работают ясно что там в основании лежали вполне в историк экономичные сферы а дальше там был коммерческий проект когда пошли в европейском городе деревянные конструкции и в леонардо в этом отношении отражатели линзы и леонардо они почти с элементами и я обнаружил то есть ясно что в техническом музее есть реконструкция автомобиля кулибина но именно реконструкция потому что кулибинскоскинороченные чертежи по описанию коляска была фантастическая она была трехступенчей коробкой передач она обладала механическим маятником мы связаны отношения к паркору мы едем на каприон энергии потом помогла маятить довольно массивные то есть сама в себе конструкция довольно тяжелая 30 км в час это не много то есть пути сам и управлял то есть два человека то есть водитель и того кого есть даже интереснее чем современные велосипеды велосипеды силы трансформации передачи ничего не здесь уже почти автомобиль автомобиль который выполнял механические мальчика ну хари где остался абсолютно тем востребовании ваш миллионард который сейчас есть она формально гораздо более грубой нет механического сохранения но автомобиля это конечно назвать очень большой натяжки там есть версия что это всего-навсего некоторые конструкции для того чтобы перемещать на сцене какие-то декорации то есть ну скажем так если почти механический автомобиль то здесь для этого очень далеко и вот знаменитая доходная судна но это некоммерческий успех я опять возвращаюсь к деловая среда то есть получилось так что кроме первого самого начального шага где Костромил купец Костромил выполнял роль менеджера который прекрасно понимает что нужно делать для того чтобы получить этот результат все остальные парни оказались вне коммерческого экономического контекста на этот суд он получил 13 тысяч рублей в начале 19 это огромные деньги все с этими деньгами приезжают деньги много они не существуют он занимает своим детям все законные дети которые очень дальше состоялись но тем не менее экономически эта вещь современным языком просто не просчитана она просто разрушает в экономическом среде которые существуют водные академии поскольку у них основная игрушка и некоторые реконструкции есть но с другой стороны она не легенда то есть ясно что он делает основу трудную систему и годное ограждение проект ну и конечно понятно что Леонардо как инженер в такой морской стране естественно у него просто эскизы Леонардо в данном случае есть начерпалки но у него и технические проекты это тоже не а вот это как раз я с удивлением обнаружил это чертеж из архива чертеж который похож на настоящую правую машину но понятно что никакого компрессатора речи не идет для всех тех модернизаций которые было естественно это было понятно некоторое время причем оказалось что не так просто Леонардо даже знали основные идеи немцы пытались реализовать то есть там была жесткая льва то есть они уже понимали идеи но тем не менее у них не удалось реализовать вот эту конструкцию пуровой двигатель Леонардо более так не знаю в каком году привязать но там есть некоторые тексты у Ата пытались купить русскую академию и когда понятно то есть ну когда уже приглашали сенциальных ученых точно так желали как раз в Кулигинских временах понимаешь когда уже первые результаты были и вот у него как раз отношение к Леонардо мы в принципе перегубить чего угодно но там народ поскольку королевское общество мы знаем что есть некоторые тексты которые боже упаси что русский зацепил Леонардо и что нужно сделать все что угодно чтобы он никуда не ехал и исчез это было бы богатского проекта то есть это было бы конечно интересно если Леонардо попал в академию наук как раз наук ну и еще я как бы сам начальник обратил внимание на даты после даты жизни у Аты и Кулигина то есть по 80-е годы они прожили строиться на один год то есть это абсолютно синхронный и свежий ну а вот вот это как бы некоторые игрушки но мы уже говорили о том что всякие игрушки с паром ясно что они существовали всегда то есть начиная с античной конечно ясно что Леонардо тоже по поводу может поедет станков Леонардо может в порядке инженерной деятельности но тут тоже было достаточно таки вот таких механизмов очень то есть некоторая работа инженера Леонардо как раз уже не на уровне таких даже не реализуемых а в данном случае как раз нормальный станок который работает так а вот когда на него смотрят физические именно картинки там видно такое ощущение как и вот в эволюции в конце он все-таки отказался от использования москвы силы вот если возьмем историю самолета там же красиво показано что там самолеты там разные идеи но как бы сошлось три разных линии линии управления планирования линия планирования линия только когда мы начались управлять и получились четкие планы и эта этажерка стала потратить как современного самолета это было чуть больше 100 лет назад курьезный момент к столетию первого полета мы пытались реконструировать из тех ну из тех похожих материалов реализовать этот самолет во-первых мы построили а потом конечно не улетели потому что страшно то есть в общем некоторая активность того что происходит в первый раз она конечно более чем очевидна то есть ясно что конечно она до то есть некоторое движение было конечно в этом направлении но до этого было еще очень-очень далеко и конечно не только ему но и в этой системе в которой есть много компонентов которые не обязательно все складываются нужно до минимального достаточного количества компонентов которые складывают некоторые технические объекты ну и вот это опять же картинка Леонардо которая показывает почему не будет работать так механическая схема вечного директора директора я механический сюжет а Леонардо ну это наверное было как лак и жена в том время там и фокусы кроме всего прочих вот Леонардо играл в этом отношении как в проект вечного директора мирович и он отдал пять лет жизни вечного директора дело получилось с тем что я не могу сказать что но та формулировка отказывается от работы очень похожа на ту которая была уже парижская академия которая отказывалась принимать проект вечного директора в этом отношении Леонардо интеллективно отказывается во-первых восхищает закон сохранения во-вторых конечно отказывается за дею вечного директора и в данном случае вот Леонардо преодолел этот сюжет вот ну и все ну это исходный мир с которого он начинает а на самом деле ничего подобного совершенно разные пространства в которых что-то получается а что-то нет и у Леонардо и у Леонардо естественно у Леонардо это разные пространства в которых разные технические языки по разным словам по разным словам вот так вот и вот знаменитая понятно что на первый английский язык немножко пояло на полу по разным словам по разным словам это может привести математика там критерии подобия общета того моста где вот вот эти сложения поскольку мост в 10 раз меньше то естественно как нужно нагрузить мост чтобы было корректное испытание моста и на базе этих общетов уже потом в 36 году сопоставляют эти разные подходы и разные то есть конструкция в смысле вот эти рассуждения формулированы потом есть формула Эйгера и потом просто рассуждения скажем так в Москву они рассуждают в разных категориях то конструкция уверена вредила тем моментом в котором имел Эйгера она в чем-то похожа но там я не вижу честности хотя интересно смотреть потому что в данном случае мы скорее как картинку но я нарисую конечно Крипумовскому который показал эйгер с контролем работ так ну вот плата машина которая после всех модернизации и вот пример то же самое формулы вот вот эти словесные формулы сделаны уже моделируют в таких же словах уже моделируют формулы которые можно формулировать то это когда начинают формулироваться технические сцеплини так ну вот дальше я тут хотел сделать как раз вот потому что наши книжки стали где мы писали про технику и просто поиграют то есть художник поиграл вот на картинку обратил внимание когда мы взяли дюрорский сюжет где Архангель Михаил там сражается со всякой всячей там вот такая заданная картина и потом там происходит сражение всех технических сил здесь мы перевели все то же самое и там апокалипсис здесь апокалипсис пришли то есть идея какая была ясно что это начало 90-х годов мы читали Харрия то есть Булгархова Сергея Булгархова что техника это просто трансформированная природная форма человек в технике творит этот мир то есть в этом отношении это явно конечно гемиологические вещи то есть в данном случае техника это гораздо больше чем просто трансформированная природная форма и в этом отношении это идеология философии техники развитого века пока она активно существовала и в данном случае как раз то есть что из этого получалось дальше мы верим сравнивая вот эту промышленную среду которая и культура и институции различные институции хирургические экономические финансовые они органично развиваются и развиваются как единая система поэтому некоторая метафора причем картинки нарисованы специально если я должен рисовать для нас то есть картинки на рубеже 90-х годов это в какой-то степени нарисовал кулипин который может верить бог знает во что в отношениях те сложные утреные контексты в которых он существует они хормируют ощущения и в этом пространстве пересекаются те технические вещи которые транслируются из восточного мира из арабского мира ну и понятно в этом отношении никакой адапт у нас не получается ну и если кулипинские времена архаичные то на советский союз похоже на техническую цивилизацию то это вещи скажем так потусторонние оказываются немножко закадров и вот так дороже но это начиная опять же с и идеология как раз советская идеология самоценность технического развития ясно это не черпает всего того чего происходило советское свое на территории с разными людьми с разными другими населениями очень во многом то есть этот результат будет получить а дальше получилось так что в 61 год в данном случае не просто подождать примеры которые связаны а обновить развитие технико-центрической системы получилось что в 61 году уже включили испытания Алексеевского моста ну и по Алексееву все он говорит с людьми которые с его учениками и вот очень во многом Алексеевский сюжет и технический сюжет то есть где многое просчитывается где многое не очень понятно то есть мы как психолог ведь эта вещь скажем так науку устойчивой технической конструкции она не работает то есть она работает в очень узких разностях или в очень определенных размерах то есть эти огромные проекты они же будут и так сделали и они переживают по сожалению что это огромная экспериментальная класса Алексеевская где были сотни вот этих прототипов которые работали то есть работа опять же я в кромочке ставлю теперь уже совсем другого человека адекватно образованного своего умения который закончил технический университет как прикончил этот университет но тем не менее задачи выходили из рамки того что можно считать и опять к ситуации университет по отношению москопу если здесь более-менее понятно где граница того что считается что не считается то следующий сюжет связан с соседями то что не могу представить там тоже инженер задачи и сейчас при технологическом моделировании этих вещей можно сказать но в какой степени если алексеевские задачи больше степени связаны с технической и эфирической работой то ясно что здесь передовая наука реализована технической конструкции провокации конечно получает этот сюжет но если причине я в мой сердце понятно что в одно прокурство ложи не может состоять все но тем не менее кто завершает наш разговор и наш сюжет вне какого-то мифа не как искажение реальности не тот мир Кулибина который сложился в начале 19 века благодаря державянским стихам благодаря Островскому где Кулибин стал таким курьезным человеком который скорее дискредитирует какие-то достижения науки таким курьезным изобретателем в них попал то есть в данном случае то есть я хотел как раз показать что и у Леонарда и у Кулибина и у Ота существовало некоторое неосознаваемое пространство ценности пространство которое направляло неявно то где они будут профессионалы те языки которыми они владеют те математические и технические конструкции которые они комбинируют если этого не будет то это будет собственной науки потому что наука это отношение как то что можно предъявить это просто будет технику как некоторая технология которая повторяется если мы попробуем сделать то же самое у нас получится но дальше нам обязательно нужна вот эта мехнология да? дым развеется мехнология вы поймете что мы сделали мобилирование вот этой новой ситуации нам нужно будет изобретать опять новыми чтобы выйти за эти радиации иначе мы будем в равных организованных системах нам будет скучно 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 потому что мы не сможем выйти в то пространство интуиции которое мы задаем ну и вот на этой картинке у нас такая смешная картинка реально все вопрос? да у меня вопрос есть я вот так обыватель мне кажется первый момент уже у меня два замечания в первый момент мне кажется не совсем корректно назвать стремление Кулипина к созданию вечный двигатель и деятельность это наоборот человек который значит верил задал вечера на то чтобы направить вас на поиски этого устройства как говорят сегодня если бы в школе не били по рукам и не говорили что вечный двигатель невозможен и он будет давно уже вы нам создали а другие говорят ребята вы в поисках вечного двигателя хотя бы ниточку только маленькую приложите а мы потом расширим и углы желание создать я понял все последние годы жизни нет ну 45 лет ну не знаю по крайней мере в википеде я прочитал что он последние годы жизни отдал этой идее и по сути и разорился из-за этого и хоронить его было не на что нет из-за пожара ну не знаю это это первый момент а второй момент это правда жизни а это правда жизни такая вот мы сказали про систему мы сказали про то что много было мероприятий посвящен отношений кто почетный нашим городом знаете что делать и вот отрыть памяти от конкретного человека от данного уважения ему это система нашей сегодняшней он по большому счету на самом деле я бываю во многих городах на разных мероприятиях и знаю и чувствую насколько вот имя Кулибина и Нижегородской области вот они друг с другом связаны я только увидел и слышал что там Нижнего Нового или Нижегородской области то конечно сразу это естественно совершенно другое отношение к человеку именно вот через Кулибина и через его так сказать всемирное восприятие спасибо но это скорее выступление не вопрос хотя мероприятие прошли более чем там вышел конвейер ну конечно где то то что Нижегородской области на Кулибинах на училище где то я собственно какие-то формальные мероприятия я вопрос на другой что все таки вы как это ученый если это когда-нибудь создано нет то что нарушать закон физически нельзя это очевидно но там суть может сказать что можно выйти из-за пределах физических законов и создать такие условия и если так люди философии техники экстраполировали то мы можем посмотреть историю когда искусственные физические законы то я просто на самом деле замечание о том области нижегородской науки мне пришло в голову что есть на самом деле два автора они три я бы сказал которые уже создали некий образ миргородской науки они все три совершенно разные и будут совпадать во времени когда первый текст Михаил Ильич видел ну с учет его его стиля да они разнообразны на самом деле они в общем в каком-то смысле это очень условно мы ограничили это первое второе как ни странно это совершенно другие противоположные описывающие иногда те же самые ситуации которых довольно много он выполнен для конструкции неких событий происходящих в миргородской науке философии физики материалов третья была книжка наука научной школы Антронова просто была отдельная именография научной биографии Антронова и четвертая еще была в французском в нашей школе в этой школе в этой школе я не могу писать в других годах она приезжала за несколько раз когда они изучали готовить историки по Анкаре и смотреть по Анкаре в разных странах неожиданно что у него вышла статья просто большая единственная статья на английском языке большая концептуальная в журнале сайтинг контекст в которой присутствует нижегородская наука как феномен на английском вы прицепите прицепите по крайней мере она посвящена лично а что касается вот какая-то попытка сегмента описание фрагмент а потом не дико ну что они ухватились как правильно сказали недостаток изобленности фонкаже, потому что фонкаже, человек, который формит эту инфекцию, то есть нанятие фонкаже, то есть когда они у нас есть такой продолжительный фонкаже, мы, конечно, за это оплатились, но спасибо ему, действительно это единственная подробная публикация на западе, но она тоже касается школы андрога, а не международской наукой. Тем не менее, других попыток нет, поэтому не рекомендую. Я бы еще хотел дать вас замуж наступление. На самом деле, ситуация критическая. У Лидии, вот одна точка вполне заметная вчера, отмечалось 150 лет до дня рождения Стекмова. Сам Владимир Андреевич Стекмова, институт имени которого пока еще Академия наук в России, центральный математический институт в России и один из центральных в мире, безусловно. Он родом из Нижнего Новгорода. Он прожил до сих пор 20 лет, уже 17 лет, по-моему. У нас нет мемориальной доски, хотя есть где-нибудь повесть. Он учился в Александрском гимназии, это библиотека имени Ленина. И в реальной доске нет. У нас нет памяти Лубачевску. Так что это наша общая система. У нас, кроме слова «вультури» и разбила не очень больший крайний денег под этим солнцем, у вас ничего не делали. Это вопрос вообще политический. Я не призываю вас к революции, но призываю вас трезво смотреть на вещи, что при действующей власти мы не получим люди ни в образовании, ни в науке, ни в культуре. И вот наше малочисленное, иногда более многочисленное мероприятие, это просто я лично рассматриваю как интуитивную попытку что-то сохранить. Но не сверху вас нет. Поэтому я и хожу, иногда и сама повторяю. А вот надежда на власть, как и нет. Но это нигде не вашего заклада, а уж. Это обсуждение. Потихонечку. Как раз, концу года, вы справитесь. Или записываете? Тем более, видите, это записываете. Тем более записываете, вы сможете более чем оставить выиграть, когда вы делаете? Нет. Мы не проводим, а с этим не говорим. А вот на практике. Мы сейчас можем все, пожалуйста, выключать. Почти все. Вы ничего, двигатель не имеете? Нет, может всего ничего, я с вами не согласен. А? Я с вами не согласен, и ты все, говорить можешь. Почти это. Я выхожу, значит, из этой, как говорил я, в электрическое ведомство, где там расчеты производятся. Выходит одна бабушка. Вольная игра. Вольная игра. Я говорю, бабушка, вы тут в правительстве не ругаете. Она знаменитая, экстремическая. Вы говорите, все ухоже говорить. Она говорит, бабушка, она встает с этническим. Для нас навязываться тогда не можно. И у нас это будет жарко. Вольная игра. 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 Потому что, ну, каждый день получил этот разговор, там же есть другая новость. Получилось так, что механические переносить только на некоторой институции. Ну, как того, что он сказал, ну, так первое, что мы сделали, он сказал, я вот так, ну, как мы сделали так. Мне звучало что-то смешно. Потому что это абсолютно не вероятно. Потому что есть ли там, то есть вот сколько новостей существует, и там накапливаются эти старые обороты. Они просто остаются, если есть крайне. То у нас кровь и души. До 77-го года мы в коммунистовом учили. Я сам пришел, когда из дальнейших вышки от Мерфин пришел. Когда там был только один кабинет директор, а уже все так ремонтировали. А у всех остальных помощников вдруг до своими остатками оборотов. И мы просто ходили и смотрели, и все это куда-то, куда-то снова. То есть в этом смысле это происходит гораздо быстрее, но вот эта часть тоже приходит. А вот все, что было в Мерфин, просто попало. И после этого мы пошли подразделения. Ну, единственное, на Западе так же поступало. Уникальные установки. А налогов нет. Один-то забывая выбрасывая на ум. Нет, ну, в общем-то, понятно, есть как бы экономические фазы. Но и дальше, конечно, есть... Нет, все-таки Нижний тут выделился лучше всех. Ну, для меня не так. Нижний конкретно, а... Ну, вот я готов согласиться, что они... Совсем недавно был семинар по эрекультурной странице, может быть, в основе. В основе, где приехали из Киева, из Ижевска, ну, из разных городов. Получается так, что то, что они говорят, у них там культурные поэты гораздо успешные и лучше говорят, чем они. То есть у нас получается так, что вот никто не сопротивляется, может, смертный тыс, что что-то сделает. Может быть, по их словам? А они рассказывают, что происходит? Ну, не рассказывали. Я не знаю. Хорошо. Я вот эта история, то, что Михаил Михайлов сказал про памятник Голгочевского, это просто кошмар. Когда уже сделали конкур. Бравили, оставили место. Там было специально клубы, чтобы на этом месте поставить памятник. А потом ничего. Вот сейчас только потому, что там телевидение не было. А чем это произошло? 24 октября прошлого года Игорь Михайлов сказал про памятник Голгочевского. И даже не будем знать никакого праздника. Даты круглые. Поставим памятник и все. Я так оправился, но завершилось это выступление. Я поручу этот вопрос проработать. Прошел, но больше года. Я не упоминаю. Я точно знаю, что никаких движений нет. Но у меня нет возможности проработать. Простите, как прорабатываться. Я не общаюсь. За это время поменял свою миссию культуры. Я думаю, там, конечно, лодка тренировка. Конечно. Но, можно сказать, что здесь эта техника не тоже бывает. Например, отец Цеплова Владимир Андреевич. был ректор Международского духовного семинара. Международского духовного семинара «Первая в России» духовного семинара. Международского духовного семинара «Первая в России». Все-таки ректор Международского духовного семинара «Первая в России»… Он так тоже не показывал. Нет, он мемориальная доска и сидит на церкви. Мемориальная доска и сидит на церкви, это мемориальная доска, это всего-то с прихожанами практически. Они собрали деньги и привели инициативу. Это сделала не власть, не православная церковь. Но я тоже не считаю себя правильным, товарищ Казани, в духовном семинаре. Ты очень невежащий. Вот они когда-то переберутся, как больше времени, а я когда-нибудь заниматься будет методом, то придется. Не плацайте метод, не требует никакой затраты. Я думаю, что не только власть не хранит память, а православная церковь тоже. Понимаете? Совсем не тем, что она не платит. Простой вопрос. Часы на Руси когда появятся? У нас была лекция Пеляновского от цунами. Я вначале увидел аннотацию лекции, пытался повозмущаться, но потом увидел запись в летописи. 1597 год. Там пройдена дата. 18 июня, в третьем часу ночи произошел опозин Печорского монастыря. Уже были часы. Нет. Ну, во-первых, вовсе часы были всегда. Нет. Ну вот то, что в третьем часу ночи. То есть в монастырских записях умели отмечать время еще в 16 веке. Ночью. Каким образом? По небу просто. Вы не скажете, что в третьем часу ночи? В двухой деревне? Нет. А если было и звезды не было? Я не знаю. Нет, но про этого надо спросить. Для меня это интересно. То есть в монастыре появились позже? Да, можно. Ну, что-то тянуло. Там много стоят на набережной, какие-то другие часы, не механические. Что-то такое там интересное. Нет. Первый на том, что механические часы, я пишу, что одна из тех пор, что это механизация, как бы того монастыря. Какой вопрос? Если взять какие-то изобретения на Западе, они очень быстро внедряются. В России изобретают не меньше. И то, что изобретается здесь, оно оказывается очень востребованным и на Западе, но совершенно не востребованным в России. Причина этого, то есть это наш менталитет, это устройство нашей системы. Система не является много раз, но вот отношение, оно остается всегда одинаковым. То, что разные институции, если, допустим, системы образования в советское время, как бы возникла, и некая такая парламентарная классная стабилизация возникла, которая в Малдавии так представляет. Но она как в целом, как в общем большие работы. в Малдавии так, даже так. И в Малдавии так, чтобы она воспринимала очень в диапазоне, а что это не значит. А сейчас мы, конечно, как вылезаем. То есть, главное, наше, для того, чтобы она в бизнес на своем кардоне вообще все в любой, какие-то изобретения. Не надо, все как кардон. То есть вот, вот, для этого все наши заработки строительства в СССР были изготовлены. То есть, когда очень сложные технологии, что нам на красавцовое, ну на целом, на меньшей степени, на 40, то там будет мало. Ничего. Они набрали нам большие деньги, купили просто на работу. И все, и все, и все. Ну, в этом отношении, то есть, мы хорошо представляем, как мне надо. То есть, поскольку он не работает надолго, то, естественно, он не делает. И лишь бы пока там не будет врач. Ну, скажем, фрагмент, то есть, сколько-то отличить надо. То есть, те, что фрагментарные, конечно, что начинают развиваться. Даже когда он живет, он заводит свои производства, начинает сформироваться. И она внутри себя заработает. А в среде все работает. И дальше там еще какая-то альтернатива. Либо, то есть, лежатся под пост, как вы будете в центре. Но, когда вы в центре, то есть, чтобы они не были выжател и не могли с染иться. Потому что это понятно, что они все приятно. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...